Новенькие скорые готовы ехать на помощь. 9 автомобилей на базе УАЗ-Профи получили больницы Павловского, Маинского, Кузоватовского, Новомалоклинского, Корсунского, Старомаинского, Николаевского, Теренгульского и Индинского районов. Спасатели на колесах появились в области благодаря региональной программе модернизации первичного звена. 16 новых автомобилей скорой помощи поступит в систему здравоохранения. Они, безусловно, я уверен, что они несут очень хорошую лепту в дело в помощи нашим ульяновцам, с которыми что-то случается. Как мы знаем, зеркаться ни от чего нельзя. Поэтому необходимо, чтобы скорая помощь приезжала сюда к Богу. Улучшить качество медицинского обслуживания помогут и четыре лады-гранты. Две поедут в Сурский район, а оставшиеся отправятся в Старомаинский и Павловский. На сегодняшний день получаем две лады-гранты. И обе будут эксплуатироваться врачами первичного звена. Это терапевты и педиатры для обслуживания экстренных вызовов. И для лиц, которые нетранспортабельно находятся в домашних условиях. Самая большая и навороченная спасательница поедет в Ульяновский район. Передвижной мобильный комплекс – это маленькая больница на колесах. В ней можно пройти гинекологическое обследование, сделать флюорографию и пройти медицинский осмотр. Мы сегодня получаем передвижной мобильный комплекс для медицинского осмотра. Это уникальный комплекс, которого не был представлен в области до этого. Уникальность его состоит в том, что в нем представлен полный комплекс обследований, необходимых для медицинского осмотра. Основная задача региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения – это комфорт, удобство и качество. Работать нужно быстро, ведь речь идет о жизни людей. Мы исходим из принципа удаленности населенных пунктов от медицинской организации. И легковые автомобили, и передвижные фельдшеско-акушерские пункты, они, разумеется, предусмотрены для обеспечения шаговой доступности медицинских учреждений для тех жителей, которые проживают в отдаленных населенных пунктах. То есть, конечно, в этом случае медицинские работники едут к пациенту. В 2023 году Ульяновская область продолжит реализовывать цели нацпроекта здравоохранения. В планах развивать цифровизацию в медицинских учреждениях и привлекать врачей из других регионов.